Александр Васильевский признавался в том, что разорвал отношения с отцом по собственной инициативе еще в 1926 году Во время Великой Отечественной войны об этом узнал и Сталин Вождь тут же приказал маршалу восстановить связь с Василевским-старшим и оказывать тому материальную поддержку В советской литературе упоминания о родителях Александра Михайловича Василевского почти не встречаются Так, в сборнике очерков о дважды героях Советского Союза «Люди бессмертного подвига» указано лишь, что Василевский родился в Ивановской области в 1895 году Далее следует информация о национальности маршала, год вступления в КПСС и прочее Олег Павловский в своей книге «Достоин бессмертия» пишет также о том, что Александр Михайлович появился в многодетной семье, которая постоянно терпела нужду Дети по мере сил и возможностей помогали отцу и матери в поле и на огороде, рассказывает Павловский Однако автор ни словом не обмолвился о роде занятий супругов или хотя бы Василевского-старшего Примечательно, что сын Александра Василевского, Юрий, если верить Владимиру Дайнису, автору книги, Василевский, утверждал, что постоянной нужды семья на самом деле не испытывала По словам Юрия Александровича, его деду удавалось даже скопить денег к праздникам, прикупить угощения и подарки для домочадцев А тот же Павловский приводит другой любопытный факт из биографии Александра Василевского Оказывается, родители видели в сыне будущего священника и отдали его в духовное училище, а после в Костромскую духовную семинарию Сам военачальник заявлял, иного пути у меня не было Отец пошел на это, хотя плата за мое содержание в общежитии, составлявшая 75 рублей в год, была очень тяжела Василевским и вправду приходилось нелегко, но только после 1909 года, когда их дом и имущество были уничтожены пожаром Тем не менее, почему же отец все равно настоял на учебе Александра в Костромской семинарии? Дело в том, что Михаил Александрович Василевский на момент рождения сына был псаломщиком, позже его перевели в село Новопокровское, где он стал служить священником в только что отстроенном храме Павел Белов в своей книге «Маршал Васильевский» пишет о том, что Михаил Александрович был духовным наставником селян в самом широком смысле Проповедовал Слово Божие в храме, преподавал в местной церковно-приходской школе, положительно влиял на прихожан как примерный семьянин и трудолюбивый человек Наверняка отец мечтал о том, чтобы сын пошел по его стопам Однако у Александра Василевского были свои планы Как указано в издании, великие полководцы России Полководцы Великой Отечественной, под редакцией Николая Копылова Александр Михайлович после окончания семинария хотел поработать года три в сельской школе, скопить немного денег и поступить либо в агрономическое училище, либо в Московский межевой институт В этих мечтах, впрочем, нет ничего удивительного Во-первых, выпускники семинарии действительно нередко становились сельскими учителями, а, во-вторых, Васильевский-старший не брезговал крестьянским трудом и мог привить любовь к нему и своему сыну Все планы Александра Василевского перечеркнула Первая мировая война Тогда его начали обуревать патриотические чувства Как признавался сам маршал, неожиданно для себя и для родных я стал военным А потом грянула революция Страну захлестнули антирелигиозные настроения Владимир Далматов, автор книги «Сталин» намекает на то, что причиной разрыва отношений между Александром Михайловичем и его отцом и стала профессия последнего Сергей Юзипчук в издании «Иосиф Сталин» даже уточняет дату утраты связи Василевского с отцом в 1926 году По крайней мере, по словам Юзипчука, именно этот год назвал сам Александр Михайлович Сталину уже во время Великой Отечественной войны, когда вождь поинтересовался о том, какую помощь маршал оказывает своим родителям Историк Борис Соколов, автор книги «Тухачевский. Жизнь и смерть. Красного маршала» утверждает, что Василевский оправдывался «Если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в рядах рабоче-крестьянской Красной армии и тем более в системе генерального штаба» Сталин приказал Василевскому восстановить общение с отцом и оказывать тому материальную поддержку Позже Сталин велел перевезти уже больного Михаила Александровича в Москву Борис Соколов считает, что именно потому, что военачальник ради собственной карьеры смог отречься от родителей, Сталин и приблизил его к себе Иосиф Виссарионович был уверен в том, что человек, которому понадобилась санкция на возобновление отношений с родными, не будет проявлять излишней самостоятельности Продолжение следует... Продолжение следует...